Мы послушали о Махапрабху. История о том, как Махапрабху победил Диквиджай Пандиты. Диквиджай Пандит одержал победу над Махапрабху, когда он был еще немаем, 16-летним. И это было поразительно. Как 16-летний учитель грамматики, который учил грамматики ребят, победил самого Диквиджай Пандита. Диквиджай не понимал этого, поэтому он повторял мантру, посвященную Сарасвати, и Сарасвати предстала перед ним. Когда Сарасвати явилась, это ранее рассказывается история, как Диквиджай стал непобедитной. Она сказала, я довольна тобой, проси благословения. Диквиджай сказал, я прошу, чтобы я никому не проигрывал в спорах. И она сказала, хорошо, я дарую тебе такое благословение, я всегда буду присутствовать на твоих устах, когда ты будешь участвовать в логических спорах, в дискуссиях. Но Махапрабху победил его. Как же это возможно? Ведь у этого Пандита было благословение Сарасвати, во-первых, и во-вторых, это всего лишь 16-летний учитель грамматики. Как это возможно, чтобы он одолел такого ученого? Диквиджай подумал, наверняка, матушка Сарасвати разочарована мной, недовольна, поэтому я потерпел поражение. Поэтому он начал повторять мантру, посвященную Сарасвати. И во сне она предстала перед ним и сказала, «Этот сон является явью. Я действительно благословил тебя одерживать верх над всеми, но и не над своим же супругом. Это сам Горна Райна, владыка всего мироздания, необычное смертное существо. Кроме того, как же я могу перед своим пати, супругом, господином, говорить, как я могу перечить ему? Ведь когда муж говорит, жена его слушает. Она не припирается с ним. Поэтому, когда ты открыл свои уста, чтобы говорить, то как я могла пребывать на твоих устах и спорить со своим пати, со своим господином? Это невозможно. Поэтому я скрылась. И, соответственно, ты остался один без моей поддержки, поэтому одержал, и поэтому на тобой одержали верх. И Сарасвати также объяснила, что у нее есть два вида милости. Если кто-то действительно обрел ее милость, то он понимает подлинное знание. Что значит видя? Вид означает джана, то есть знать. Кого знать? Прабу, то есть Господа знать. Акшара, слоги, то есть сочетание гласных и согласных. Что означает? А означает нет. Кшар означает разрушение. То есть Акшар, то, что не разрушается. Поэтому даже смысл всех слогов, всех букв, всего это связь с Господом. Например, какие самые ценные наставления, какое самое ценное знание? Когда Хирани Кашапу спросил об этом Прохлада Махараджа, Прохлада Махараджа что ответил? Шарабанам, Кирганам, Вишнам, Смаранам. И так далее. Цитата. Питаджи, сказал Прохлада Махараджа, самое ценное знание, самое лучшее знание, это, во-первых, предать лотосным стопам Гуру Дева, вручить себе лотосным стопам Господа, а затем что совершать? Слушать Кадхо о Господе, совершать Киртан, памятовать Господа, служить его лотосным стопам, совершать Арчину Пудину, то есть следовать девяти ангам, девяти составляющим преданного служения, бхакти. И это знание является высшим. Мира поет. Цитата. Что настоящий подлинный пандит, это тот, кто знает, какие слова. Слова любви, язык любви. Именно этот человек подлинный пандит, кто знает язык истинной любви. Поэтому Сарасвати объяснила, что ее настоящая милость, когда она помогает кому-то встретиться с Господом, когда знания используются для этого. «А если я не проливаю на кого-то милость, сказал Сарасвати, то человек становится инженером, доктором, кандидатом в наук и начинает тяжело трудиться в этом мире, как ослик. Видели осликов? Они поднимаются даже в гору, несут дал, рис, другие продукты на своих спинах, очень тяжело трудятся. И что им хозяин дает благодарность? Немного травы. Он не поит их вкусно, не кормит их изысканными яствами. Он не предлагает им, конечно же, рис, какие-то изысканные угощения. Нет. Подобным образом, мы как ослики, которые тоже тянем этот тяжелый воз, но по сути ничего не обретаем. Весь день мы вращаемся в этом материальном мире, но ничего не обретаем. Поэтому Сарасвати объяснила, что у нее два вида милости, и она приняла свою подлинную милость на Диквиджая Пандита и сказала, иди к Нимаю и прими у него прибежище. И он понял, что это сам Бхагаван Нарайана, и поэтому Диквиджая Пандит, осознав это, утром пошел напрямую к Махапрабу и упал ему в ноги. Махапрабу сказал, что ты делаешь? Не волнуйся, сказал Диквиджай. Я все знаю. Мне Сарасвати все рассказала, что ты, Пати, господин Сарасвати, сам Господь Нарайана. Господь, пожалуйста, прости мою Аскаратпи, оскорбление даруй мне Бхакти и према. И что сказал Махапрабу? Какие хорошие викинг наставления, видя Парикена. Зачем мы изучаем, что ли, по Кришну Бхакти Джанивари? Чтобы знать, вид значит Джанна, то есть знать, чтобы знать то, что связано с Кришной. А если мы изучили так много всего, но не уделяем внимания Бхакти, то все бесполезно. Например, Пахараду Махараджа было два гура, Шанда и Амарка. Шанда означает бык. Амарка – обезьяна. То есть гуры, которые не учат Бхакти любви к Господу. На самом деле, подобны подобные быку и обезьяне. Это не истинные учителя. Поэтому Пахараду Махараджа и не считал их своими учителями. Он сказал, «Мой гуру – это Нарада. Он учил меня према-бхакти, любви к Господу». И Махапрабху поэтому объяснил Диквиджа и Пандиту, что подлинное знание имеет свою целью только любовь к Господу и ничего другого. А если мы знаем что-то, но это не помогает нам слушать Господу, какой смысл в этом знании? Когда мы оставляем тело, то ничего с нами не пойдет. Санги Кичхунахи Чали. Ничего мы с собой не возьмем. Какие бы материальные знания мы не обрели, мы что возьмем с собой после смерти, дальше? Нет, не возьмем. Поэтому что делают великие души? Махатма Сарва Парихари. Они отрицают от всего материального. И чем занимаются? Карена Ишварасева Дрита Читакари. С твердой решимостью завершают позже, поклоняются Господу, повторяют Святое Имя. Еще раз громче. Кришна, 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 Кришна Хри, Ари, Ра. И Господь дал такие наставления бандиту. И он, следуя им, изменил свою жизнь. Раньше как он путешествовал? Когда он отдерживал на кем-то верх, побежденные сопровождали его. При этом он ехал на слоне, его сопровождали другие слоны. Диквиджай-пандита, лошади. И все барабанили, как бы провозглашая, вот посмотрите, кто едет, необычная личность. То есть целая процессия была, чтобы почерпнуть величие Диквиджай-пандита. А побежденные тоже следовали с ним, как его ученики. Но когда Махапрабу пролил милость на этого Диквиджай-пандита, он все оставил и подумал, я раньше считал себя таким ученым, сведущим. Но Сарасвати объяснила мне, что это не подлинный плод знания, мирское знание. А что является подлинным плодом знания? Исключительная преданность Шри Кришне, Господу. поскольку даже если мы что-то учим, рамнам сатехе, когда мы оставляем тело, ничего с собой мы не возьмем. Все является по сути ложным в этом мире. Только Святое Имя, только Баджин, который мы совершали, отправится с нами в дальнейшем. Все остальное мы оставим. Поэтому все это по сути является ложным. Мы даже иголку с собой не возьмем. Поэтому Диквиджай-пандита, осознав это, наконец, все оставил, и под руководством Махапрабху начал совершать Баджин, следовать пути Бхакти, преданности, и благодаря чему его жизнь изменилась. Махапрабху куда бы ни направлялся, он всех менял. Тысячи людей благодаря нему повторяли Харибол, Харибол с воздетыми к небу руками. Все воспевали Святое Имя благодаря влиянию Махапрабху. Например, даже когда Махапрабху шел через лес Джариканда, он дал хренам кому? Даже животным. Например, когда он шел, и перед ним лежала змея, он наступил на нее, и змея поднялась и стала поднимать Святое Имя. То же самое произошло со Слоном, со Львовом. Все стали повторять Святое Имя под влиянием Махапрабху. Джариканда, этот лес, существует до сих пор. Если у вас будет удача, мы сможем поехать туда и получить даршу. Когда Махапрабху шел, то под ним плавились камни. И есть даже следы, отпечатки стоп Махапрабху, след от змеи, от слона. Это подобно тому, как когда Кришна играет на флейте, камни тоже плавятся. Подобным образом, когда Махапрабху шел через лес Джариканда, тоже есть места, где есть непосредственно отпечатки лотосных стоп Махапрабху. И отпечатки следы других животных, служащих свидетельством тому, что Талио действительно имело место быть. Так Махапрабху через лес Джариканда попал в Джаганха Пори. Были в Пори? Там есть Аларнатх. И там в Аларнатхе есть плита, на которой отпечатаны части тела Махапрабху. Видно, какая грудь Махапрабху, руки, голова, ноги. Махапрабху, пребывая в глубокой разлуке с Прикришной, лег на этот камень, и он расплавился. Поэтому отпечатки различных частей Махапрабху остались в этом камне. А в храме Джаганадха есть отпечатки в колонии трех пальцев Махапрабху. Преданные могут получить даршин этого отпечатка трех пальцев Махапрабху. А где Махапрабху стоял, под ним камень тоже расплавился. И знаки, которые есть на стопах Махапрабху, видны там. И сейчас этот камень с отпечатками, что Махапрабху перенесли в другое место, чтобы преданные могли получить даршин. Поэтому Махапрабху это именно тот, кто все мироздание погрузил в Кришна-прему и людей, и животных.